Так, ну здравствуйте. Ну тут идут какие-то сообщения какой-то даме в Подмосковье, которая собирает подпись о выселении, понимаете ли, онкологических детей из занимаемых квартир, где, видимо, их родители снимают жилье, потому что, судя по всему, рядом какой-то центр. Значит, что хотелось бы сказать. С одной стороны, я очень надеюсь, что эта мадам почерпнула данные о том, что рак это заразное заболевание, не на моем ресурсе, потому что почерпнуть данные это одно, как-то их трактовать это другое, и, соответственно, совершать какие-то действия после этого совершенно третье. Как говорится, каждый понимает в меру собственной испорченности и образованности. Значит, с другой стороны, человека защищает от заболевания не столько ненахождение рядом с больным, сколько нормальные, стандартные меры защиты и собственный иммунитет. Даже во время чумы находились люди, которые преспокойно занимались грабежом и мародерством, в том числе в домах чумных. Банально, используя для этого настойку чеснока на вине. Было такое в истории. Я всех прошу, не уподобляйтесь вот этой вот даме. Не надо. Вы же, в конце концов... Я вот не заметил на всех фотографиях с ней, каких-то репортажах с ней, чтобы она была в маске медицинской, например, или чтобы она пользовалась противогазом, или чтобы она была в респираторе с угольным фильтром. Что-то я этого не заметил. Значит, в общественный транспорт, в магазин она входит беспрепятственно, не боясь заразиться ни сифилисом, потому что перчаток что-то я у нее тоже не заметил. Не боясь заразиться туберкулезом, потому что туберкулезники у нас сейчас преспокойно достаточно ходят по улицам, в том числе иногда с открытой формой. Понимаете? То есть у дамы какой-то собственный, банально, бзик. Крыша поехала. Всего-навсего. Имейте это в виду. Ну и, опять же, вот эта вот раскрутка, вот эта вот сюжета средствами СМИ, она очень хорошо отводит наше с вами внимание от других, более насущных, проблем. Я думаю, родителям больных детей не приходилось бы снимать жилье рядом с онкоцентрами, если бы государство обеспечивало их местами в палатах, например, или специальными общежитиями, или другими условиями для нормального проживания. А то у нас тут некоторые рыжие товарищи рассказывают об социально ответственном бизнесе. А ситуация в здравоохранении как-то все хуже и хуже. Где этот социально ответственный бизнес? Не знаю. Может, они выделяют места на своих яхтах для больных детей? Ну так, чисто, для поправки здоровья, например. Может, кто слышал об этом? Может, где записывают для это? Вы скажите, я у себя на ресурсе размещу такое объявление. А то у Абрамовича несколько яхт, длиной причем больше 100 метров, а такие крейсера. Я думаю, там много места найдется для детей. Всем пока.